Бюджет Красноярска Эта школа на Джамбульской пережила второе рождение. Ее комплексно отреставрировали, начиная от фундамента, заканчивая новыми окнами. Осталось совсем чуть-чуть привести в порядок территорию школы. Производится демонтаж асфальтобетонного покрытия. Будет новое покрытие. Демонтируем покрытие, вывозим мусор. Благоустройство, да, озеленение, все благоустройство будем делать. К первому сентября территорию будет не узнать. Впрочем, готовы к новому учебному году будет 126 школ. Это все, что есть на территории города. Ремонт учебных заведений – одна из статей расходов в бюджете. На подготовке школ и дальше экономить не будут. Об этом говорит Эдхам Акбулатов. В большом зале главы города проходит совещание. На повестке проект бюджета на ближайшие три года. И безусловно, те вопросы, которые поднимались с горожанами, должны быть для нас ориентиром. В первую очередь жители города волнуют очереди в детские сады. Глава ставит задачу за четыре года эту проблему решить. Построить новый и отремонтировать старые здания садов, которые сейчас занимают другие структуры. Еще приоритеты, которые отмечают сами жители, это дороги. Уже сейчас запланировано строительство крупных развязок на Брянске и на Северном шоссе. Плюс проезды во дворах. В области спорта ежегодно планируется обустраивать по 100 спортивных площадок, чтобы самим жителям было недалеко до них добираться. А еще не забыли и про бассейны и спорткомплексы. Благоустройство – отдельная тема. «Миллионному городу миллион деревьев» – не просто слоган, а программа к действию. Не забыли и про вод жилья. Предлагают построить квартиры для детей-сирот. Кроме того, предусмотрели средства для переселения из ветхого и аварийного жилья горожан. Таким образом, бюджет будет социально направленным и дефицитным. Мы сейчас будем смотреть и работаем уже над тем, чтобы вскрыть внутренние резервы. Они заключаются в том, что необходимо повысить эффективность использования каждого бюджетного рубля. Есть такие резервы, и я их вижу, и мы их вскроем. Нам необходимо будет посмотреть на собственную доходную базу и, возможно, откорректировать ставки по каким-то платежам, которые поступают в бюджет города. Но при этом, конечно же, мы должны действовать таким образом, чтобы дать возможность красноярскому бизнесу продолжать развиваться. Кроме того, город будет участвовать как в краевых, так и федеральных программах, чтобы, например, строительство детских садов финансировал не только Красноярск, но и Федерация. Кстати, горожане предлагают свои идеи, откуда чиновникам взять еще средства. Это и спонсорская деятельность, это и предпринимательская деятельность, это и бюджетная деятельность, это и эффективно использование существующей муниципальной собственности. Мы, наверное, благотворительные, тоже у нас много богатых людей, почему бы не поделиться, правда? Вот, насколько мне известно, у нас частенько бывают иностранцы, вот от них можно привлекать немножечко денежные средства. О том, что в основе формирования бюджета лежат наказан избиратели, подтверждают и депутаты. С учетом всего того, о чем люди говорили, сегодня формируются приоритеты бюджета. И приоритеты бюджета, и конкретные, просто соответствующие строчки в этом бюджете. Бюджет, он такой бюджет, который работает на каждого горожанина. О том, что бюджет будет дефицитным, депутата не пугает. Тем самым, это, по ее мнению, подтолкнет чиновников искать новые источники дохода. Тем более, глава Красноярска уже поставил такую задачу перед своими подчиненными. Ирина Алиева, Денис Тимошенко, Краевой телеканал Енисей, Регион.